Переименование улиц, районов и даже станции метро показали, что Харьков начал идти путем декоммунизации. Правда, весьма со скрипом, например. Эта стела в районе Восточном все так же призывает комсомол шагать к новым победам. Отремонтированный свежеокрашенный памятник 40-летию ВЛКСМ на бульваре Ивана Каркача привлек внимание пользователей соцсетей. Те даже заволновались, не проделали ли это все коммунальщики за бюджетный счет. Впрочем, жители района говорят, за стеллой ухаживают местные активисты. Летом ее даже эти самые девочки, наши активисты, красят. Так что она все время. Честно, я приехала сюда год назад буквально, но он, по-моему, такой был. То есть всегда был такой. Ну, в порядке он вроде бы. Нет, реставрирована она была весной. То есть это прошлое весной отреставрировали? Да, да. Стелла. Я думаю, люди, которым вот это вот не чуждо, для того, чтобы это покрасить и побелить, нашли бы возможность заплатить какие-то деньги для данного дела и раз в год это все покрасить. То, что поддержание стеллы в товарном виде происходит не за бюджетные деньги, подтвердили и в администрации района. Она ни у кого не стоит вообще на учете. Это было когда-то в свое время ДСК. Это активисты, которые проживают по Гои Пастера 200. Это просто, наверное, жители. Среди местных жителей немало тех, кто считает, расставаться с памятником коммунистических времен не время. Должна стоять? Конечно, должна. Почему? Ну, потому что наши родители, бабушки, дедушки. Это история, просто история Украины. Честно сказать. Но оно стояло, никому не мешало. Мне кажется, оно стоит и никому не мешает абсолютно. Не знаю, нам оно лично не мешает. Так что, как-то все равно. Стоит и стоит себе. Причем здесь я вообще. Народ решит, будут убирать. Не решит это дело такое. Между тем, ответственный секретарь городской комиссии по вопросам топонимики Алексей Хорошковатый подтвердил новостям ОТН, что Стеллана Каркача попадает под действие закона о декоммунизации и будет демонтирована, как наглядная агитация. Как только удастся решить вопрос собственности, сейчас это фактически бесхозный объект. Алена Сырока, Михаил Воронской, Агентство телевидения Новости.